В юбилейный год по всей республике планируют отреставрировать 21 объект культурного наследия. Работы идут и в Мариинско-Пасадском районе. Мариинский посад не зря называют городом культурного наследия. До наших дней дожили старинное здание краеведческого музея, школы искусств. А еще в перечень подлежащих ремонту включили дом культуры и библиотеки. На восстановление этих объектов Марпасад получил 40 миллионов рублей. Большая часть средств ушла на восстановление районного краеведческого музея. Осенью прошлого года состоялось его торжественное открытие. Там ранее находилась и старая котельная, которая топилась при помощи угля. И полы были почти что земляные, и фундамент уже рушился. Поэтому провели укрепление фундамента. Сделали новый пристрой, что позволило музею создать фонда хранилища и дополнительные помещения или кабинеты главного хранителя и санузлы, которых ранее не было. Здание детской школы искусств – еще один памятник регионального значения. Дата постройки – 1860 год. На реставрацию потратили 10 миллионов рублей. Сейчас завершают ремонт фасада. Районный дом культуры и туризма Марпасада тоже преображается на глазах. В рамках ремонта и реставрации был полностью отреставрирован фасад здания, заменена кровля, проведены внутренние ремонтные работы, в ходе которых полностью заменены половые покрытия в здании, в зале зрительном, и частично заменены половые покрытия на сцене. Установлено сценическое покрытие, способное принимать в том числе и балетные коллективы. Поддержку получила и детская библиотека района. Ремонта здесь не было последние 20 лет. Ну, крыша уже новая, окна новые. В библиотеке у нас меняются полы, у нас красятся стены. Надеемся, что будет красивое открытие. Открытие зданий после реставрации планируется ко дню республики, 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка. Продолжение следует... Продолжение следует...